Всероссийская выставка «Линия.Точка», которая пройдет в Красноярске с 3 по 26 декабря, объединит молодых художников от Мурманска до Владивостока. Как на нее попасть и что там можно будет увидеть, расскажут наши гости, которые уже в студии. Куратор выставки «Линия.Точка», руководитель комитета по культуре молодежного правительства края Екатерина Толстихина и профессиональный скульптор и живописец Павел Михайлов. Доброе утро. Доброе утро. Екатерина, давайте начнем с первого вопроса. Почему вообще такое название? Это достаточно сложное название. Оно идет, во-первых, из истории искусства, из истории о Кандинском, а во-вторых, потому что «Линия.Точка» всегда есть в изобразительном искусстве на холсте. Но мы же понимаем, что это есть и в литературе, и в музыке, и в поэзии. Поэтому мы решили таким образом концептуально объединить все виды искусства и рассказать о них нашему городу. Да, и «Линия.Точка» может быть еще тоже восклицательный знак. Да, совершенно верно. Линия может быть разной. В конце года. А что можно будет увидеть на выставке? У нас будут работы молодых художников, скульпторов, керамистов до 35 лет со всей России. Да. Строго у нас молодежная выставка. До 35 теперь возраст молодости продлен. Какая прелесть. Это именно у художников, потому что они очень долго учатся. А, именно у художников. А поэты помладше будут, да? Да. Ну, в общем, около того. И хотелось бы вот к Павлу обратиться. Павел пришел к нам с не с пустыми руками. Я думаю, что... Что это? Расскажите, пожалуйста. Это скульптура, она в процессе работы, да, находится? Да, совершенно верно. Крутая штука. Счастная. Работа изображает воина. Это достаточно распространенная тема. Вопрос в том, как к этому относится каждый художник, потому что он видит в теме воина что-то свое. Вот я вижу в этой работе воина-защитника, нежели чем воина, который наступает и нападает. Этот воин держит все в себе, он готов защищать, он весь... Обмунирование, и он как бы неприступен. Но это японский воин, я так понимаю, какой-то? Да, ближе к самураю. Ближе к самураю, скорее всего, но я стараюсь не делать таких документализированных образов, а такой образ, который у меня родился в голове. Это синтез что-то такого национального, с чертами японских доспехов, что-то вот такое. А почему выбрали именно вот такого воина? Ну, я имею в виду, что можно же было взять, допустим, гусара, например, французского какой-то воина. Вы знаете, вот я как раз задумывался насчет этого, не сделать ли Сирии. То есть этот воин, как я его начал, но совершенно спокойно можно продолжить, сделать серию, делать римских воинов. То есть скульптура эта вещь такая, можно продолжить, есть, и можно делать его постоянно. То есть увеличивая там до 30 вариантов. Это глина? С чем вы работаете? Это пластилин, специальный скульптурный пластилин. А, сколько. Да, он сюда одного тона, не детский цветной пластилин. Нет, он не засыхает. Это макет или как это называется правильно? Или это уже настоящая скульптура? Ну, сказать, это модель. Модель? Да, модель. Это переходная стадия скульптуры, так как, чтобы она была в завершенном виде, еще целый процесс, связанный с литьем, ждет скульптура. А, то есть? С формовкой, да. То есть это только, если она будет сделана в пластилине, будет только 50% всей работы. А не вы хотели такую штуку домой? А вы планируете большую делать скульптуру, да? Нет, вот эта работа будет в таком виде. Она миниатюрная, камерная работа, но возможно, из металла. То есть я планирую ее сделать в бронзе. То есть когда я делаю работу, я сразу делаю под какой-то материал. Соответственно. Катерина, скажите, сколько будет художников из Красноярска представлено? Это достаточно сложный вопрос. У нас будет порядка 150 художников. Всех вместите? Вместим у нас огромные площади в торговом центре Енисеев, в галерее Енисеев. И мне с этим, конечно, помогает безумно моя коллега Светлана Ахтемьева. Она занимается блоком художники. И вот она как раз знает все-все детали по поводу того, сколько именно человек. Это только из Красноярска будет? Всего у нас будет порядка. И получается от каждого, наверное, по одной роботе максимум будет? У кого-то серии, у кого-то несколько работ, у кого-то сложная работа, которая состоит из пяти-шести холстов. То есть абсолютно разные работы. Но все работы будут выставлены единовременно или это будет сменяться экспозиция? Конечно, это одна экспозиция. Мы начинаем работать 3 декабря и приглашаем всех на открытие в 7 вечера. И до 26 декабря мы работаем. Кроме этого, у нас будет огромное количество мастер-классов, лекций. У нас будет вечер электронной музыки. Очень много интересных активностей. И мы очень скоро о них расскажем. То есть выставка такая будет некая интерактивная? События. Да. Не просто выставились и все, ждем. Это такое длительное время. Мне кажется, там подготовка у вас год заняла, наверное. Почти, да. А как вообще идея возникла? Почему вдруг? Дело в том, что мы уже в прошлом году делали выставку. Она называлась «Семь дней, семь чувств, семь открытий» в Союзе художников. Но она была такая маленькая по сравнению с тем, что делаем мы сейчас. Ну, надо было что-то пробовать, начинать. Да, конечно. И в этот раз как-то пришла такая идея. И наши коллеги поддержали нас. У нас большая, хорошая команда, которая работает на одно дело. И, собственно, мы делаем дела. И команду похвалили. А как дорого будет стоить вход? Бесплатно. У нас абсолютно социальный проект. Все мероприятия бесплатно. То есть абсолютно всех приглашаете. Как думаете, кому больше интересно будет эта выставка? Все-таки там молодому поколению или бабушкам и дедушкам? Или вообще, в принципе, всей семьей стоит идти, дабы просветиться? В первую очередь мы рассчитываем на молодежную аудиторию. Но практика прошлой выставки показывает. Приходят и дети, и взрослые. Абсолютно разные возраста, и всем интересно. Поэтому мы приглашаем всех. Всем будет чем заняться. С 3-го числа. С 3-го числа в 7 часов открытие выставки «Линия.точка» до 26 декабря. Она пройдет в Красноярске. Я напомню нашим телезрителям. У нас в гостях Екатерина Толстихина, куратор выставки «Линия.точка», руководитель комитета по культуре молодежного правительства края. И Павел Михайлов, профессиональный скульптор и живописец. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо большое за ваше доброе, хорошее и познавательное дело.